90 лет на страже правопорядка 28 февраля 1931 года было образовано управление внутренних дел по Ненинскому округу. О людях, которые охраняют спокойствие жителей региона, расскажет Александра Литкова. Лейтенант полиции Мария Москаева в органах внутренних дел всего полгода. После окончания Уфимского университета девушка, не раздумывая, отправилась на крайний север. Всегда с детства меня привлекали военизированные учреждения, потому что я болею с детства патриотизмом, любовью к родине, всегда любила различные военные фильмы и так далее. Моя любимая фраза даже – есть такая профессия – родину защищать. Мария признается, встретили ее здесь хорошо. Старшие коллеги всегда готовы помочь словом и делом. Я из их рассказа подчеркнула, опять же, то, что все сотрудники – люди своего дела, люди чести, люди достоинства. Наверное, сотрудник полиции – это как врач, как медик. Они должны быть люди по призванию. То есть человек случайный не может работать, он не сможет, точнее, работать, потому что здесь нужно болеть душой за работу. Здесь нужно не считаться со своим временем. Молодыми кадрами окружная полиция пополняется ежегодно. Впереди долгая дорога познания профессии. И без опыта старшего поколения не обойтись. Накануне празднования 90-летия со дня основания окружной полиции состоялась встреча ветеранов с молодыми сотрудниками органов внутренних дел. Самым главным достоянием нашего управления были и остаются ветераны. Ветераны, которые, несмотря на все сложности функционирования в наших исключительных условиях, условиях арктической зоны, были и остаются преданными тому благородному делу, которому они посвятили всю свою жизнь служению, отечеству, служению Родине. Алексей Чупров – один из тех, кто пришел на службу в тяжелые 90-е. Говорит, ни разу не пожалел о своем выборе. Обслуживал участок поселка Искателя, а также уезжал в командировку в отдаленный населенный пункт. Это остров Колбуев, поселок Бугрино. Нисколько не жалею, что начал свою деятельность и 20 лет отслужил в этом управлении, в органах внутренних дел. В дальнейшем проходил службу в различных подразделениях, как дознание, неведомственная охрана и подразделение по работе с личным составом должного заместителя начальника управления. Сегодня в органах внутренних дел Ненинского округа трудится почти 600 человек. От имени главы округа Юрия Бездудного сотрудников полиции поздравил вице-губернатор Андрей Блащинский. Сегодня сотрудники окружного УМВД ставят перед собой новые, современные задачи по борьбе с организованной преступностью, коррупцией, защите общественной безопасности, пресечению любых проявлений экстремизма, национальной, религиозной и социальной нетерпимости. В преддверии 90-летия со дня образования в здании окружной полиции прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали ветеранов и действующих сотрудников, а также вручили благодарственные письма и медали. Бывший начальник УВД Ненинского автономного округа. Очень рады, что вы нашли время принять участие в этом мероприятии. И, конечно же, мы не могли обойти вас вниманием и вручить юбилейную награду в связи с 90-летием УМВД России. Работа в полиции – одна из самых сложных. Обеспечить правопорядок и спокойствие на улицах, прийти на помощь в любое время суток каждому жителю округа. В этой профессии невозможно без выдержки, самообладания и мужества. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Вадим Стасёк, Телеканал «Север».